Доброго времени суток, друзья! На данный момент я веду разработку игры, и сохранения в этой игре реализованы с помощью JSON, который сохраняется в памяти. На компьютере все работает прекрасно, потому что на компьютере не нужны разрешения на сохранение файлов в памяти устройства. А вот на андроиде, то есть игра под андроид, при попытке сохранить, выпадает ошибка, она авторайзет о том, что я не могу без разрешения пользователя сохранять что-то в памяти. Собственно, фиксить это достаточно просто. Нужно просто запросить разрешение у пользователя с помощью встроенного класса в Unity Permission. О нем есть статья в документации и даже какие-то ролики, но мне показались они неполными, и я решил дополнить их. Значит, смотрите, как пишется скрипт. Мы просто создаем любой скрипт, назовем его скрипт, пусть будет название не имеет значения в данном случае. На самом деле, рекомендую называть осмысленными именами все скрипты. Открываем его. В любой удобной для вас программе я открываю в райдере, потому что райдер очень удобный, как по мне. Открываем в нем. Скрипт очень прост. Мы сейчас будем проверять, выданы ли разрешения уже. Если нет, мы будем запрашивать их у пользователя. Вот у нас райдер запускается. Воид стартовый апдейт удаляем. В смысле, они нам не особо нужны. Подключаем пространство имен UnityEngineAndroid. Android. Вот мы его подключили. И теперь пишем. Создадим давайте метод. Void. Request, к примеру, request. Я не знаю. Request, ну... Просто request, пусть будет. Неважно. Имя метод в данном случае вообще не имеет никакого значения. И пишем здесь условия. Если не permission, permission это как раз таки разрешение. Вот эту функцию, этот метод пишем. То есть мы проверяем, дал ли уже пользователь разрешение, или есть ли у программы разрешение от пользователя на что-нибудь. Здесь указываем строчку того разрешения, которое нам нужно. Самые основные разрешения уже вшиты в permission в виде constant. Сейчас я их покажу. Вот здесь, вот они. Есть камера, микрофон. File location это точное местоположение человека. Course location это приблизительное местоположение. И вот есть external storage read, external storage write. Это как раз таки разрешение на записи, чтение файлов из памяти устройства. Собственно мы здесь прописываем permissions. Permission и выбираем здесь одну из вот этих строчек переменных, которые тут есть. К примеру, storage read. После этого, если мы узнаем, если программа узнает, что у игры нет разрешения для сохранения, мы их просто запрашиваем. Permission, request user permission. И здесь пишем то же самое. То есть здесь указывается строчка, которую нужно запросить. Ну то есть не строй, тип запроса, который нужно сделать. В данном случае это будет external storage read также. То есть мы проверили, что у нас разрешения такого нет. И запросили у пользователя это разрешение. И теперь этот метод пишем void awake. То есть при запуске скрипта у нас должно запуститься разрешение. Вот. На этом заканчивается большинство уроков. Даже не большинство, все, что я посмотрел, на этом заканчиваются. Проблема в том, что запрос не появится, если не указать в Android manifest. Это специальный алгоритм действий, который вы указываете для Android. Ну то есть, чтобы операционная система Android понимала, что делать с вашим приложением. Unity создает его при компиляции автоматически. Но при этом там только базовые вещи появляются. Либо какие-то настроенные из настроек пользователя в Project Settings. Но иногда бывает нужно добавить свои, к примеру, как сейчас. Для этого вам нужно создать папку под названием plugins. Только первая буква большая, остальные буквы маленькие. В папке plugins нужно создать папку Android. И в нее положить... Извиняюсь. В нее положить этот файл. Ссылку на который я оставлю... В описании. О, господи. В нем у нас ждет Android Manifest.xml, в котором дополнительные строки, вот эти вот две, как раз таки и говорят, что мы используем разрешение на чтение и запись файлов. Правда, в скрипте у нас только чтение, но запись здесь уже специально вставлена заранее. Если вдруг вам понадобится это сделать. Также, желательно было вот здесь вот добавить условия на то, что у нас сейчас Android платформа. Потому что спрашивать разрешение в других платформах, разрешение Android, нецелесообразно, я считаю. И теперь, при компиляции нашего проекта, вот этот вот файл Android Manifest смешается с основным Android Manifest. И разрешение запросится. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok